МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартинева. Здравствуйте! И вот лишь некоторые темы выпуска. Ветераны, школьники и сотрудники полиции собрались в одном месте. На уроке мужества побывал Марк Бугаец. В рамках спартакиады силовых структур в Армавире прошел кроссфит. За соревнованиями наблюдала Анна Мельченко. Открытое первенство города по плаванию проходит в Армавире. Анна Тулинова общалась с организаторами и юными дельфинами. Финансирование городской медицины, приобретение оборудования, обеспечение лекарствами льготников и кадрами армавирских больниц и поликлиник. Эти темы обсуждались во время встречи городского главы с руководителями медучреждений и заведующими лечебными отделениями. В работе медиков была отмечена положительная динамика, однако до идеала еще далеко. На встречу пригласили всех, кто отвечает за жизнь и здоровье людей в Армавире. Главные врачи больницы, диспансеров, заведующие поликлиниками и профильными лечебными отделениями. Глава пригласил медиков для серьезного разговора. Несмотря на положительную динамику развития медицины, еще есть нерешенные вопросы. Постоянно проводим встречи, проводим приемы населения. Все-таки, к большому сожалению, пока обращения граждан у нас присутствуют. И большинство из них объективные. Некоторые нарекания связаны с работой скорой медицинской помощи. Здесь по-прежнему не хватает фельдшерских бригад. Вместо 19 работает 15. Не хватает сотрудников, уменьшение количества. На конец года у нас была сложная ситуация в связи с большим количеством заболевших сотрудников. Сейчас эта ситуация несколько выравнивается. Мы не против вас в этом поддержать. При озвученных цифрах по программе на этот год 7 миллионов. И при освоении в прошлом году 3 миллиона 700. У нас колоссальные резервы. И мы можем сегодня добавить в раздел по направлению, по данному показанию помощи медицинским кадрам по программе и тем работникам, которых мы сегодня нуждаемся. Глава рассказала случаях, когда скорая приезжала на вызов без необходимых медикаментов. И просил провести тщательную проверку. Ведь лекарство минет ложка сегодня обеспечена. Бригада выезжала на место. Было предложено или приобрести, или было сказано, что нет сегодня. Приехали, смена закончилась, медикаментов нет. Поэтому такие факты есть. Надо разобраться и уточнить. Чтобы раз у вас это не связано никак с тем, что работают круглые сутки, то бригада почему выезжает без медикаментов. Непонятно. Зашла речь о кадровом голоде в местном здравоохранении. Проблема очень серьезная, говорят врачи. В общей сложности дефицит медиков в Армавире составляет около 50%. И это несмотря на то, что зарплата врачей выросла до 27 тысяч рублей. А для желающих работать в Армавире приобретают жилье. Так, за последние два года для медиков были куплены 22 квартиры. Кроме этого, тем, кто снимает жилье, выплачивается денежная компенсация. Особой темой для разговора стал механизм финансирования по системе обязательного медицинского страхования. У армавирских медиков и у ФОМС возникло немало вопросов друг к другу. Было решено, что их необходимо рассмотреть в рамках отдельной встречи. Андрей Харченко напомнил, что программа по модернизации здравоохранения позволила улучшить условия работы медиков и предъявляет им особые требования к их профессиональному росту, к ответственности за качество оказываемых медицинских услуг. Говорили об оптимизации расходов. Например, в городской больнице решили сократить должности четырех заместителей главного врача. Городоначальник призвал всех рачительно относиться к бюджетным средствам. Проблемы, которые остались, они старые. В целом есть небольшая положительная динамика по ряду вопросов. Это хоть как-то немножко радует. Но есть проблемы, которые сегодня поднимаются, обсуждаются. Я просил бы на них обращать внимание. Рецепт успеха уже давно создан, говорит городской глава, подводя итоги встречи. Необходимо, чтобы пациенты были довольны качеством оказанных услуг, а медперсонал – условиями работы. Александр Ифанов специально для службы новостей Армавира. Срок обещают продлить. Бесплатная приватизация жилья завершается 1 марта 2015 года. Однако в Госдуме решили в очередной раз продлить сроки проекта. Дело в том, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье, ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2015 года возможности бесплатно приватизировать новое жилье. Данный вопрос касается и жителей Крыма. Поэтому депутаты проголосовали во втором чтении за продление бесплатной приватизации до 1 марта 2016 года. Что же касается так называемой дачной амнистии, то вопрос о ее пролонгировании в Госдуме рассмотрят 20 февраля. Открытая сессия Совета депутатов Прикубанского сельского поселения прошла в Новокубанском районе. На заседание пригласили представителей ТОС. С места события Роман Габарец. Глава Прикубанского сельского поселения зачитал отчет о проделанной работе в 2014 году. Михаил Солопов в своем выступлении отметил особенности поселения. Высказал мнение о том, что несмотря на все трудности, администрации делается все возможное, чтобы улучшить жизнь людей. Наше поселение небольшое. В нем проживает 5025 человек. Но сложное, так как состоит из шести населенных пунктов, где проживают люди многих национальностей. Нет базового хозяйства, а требования социально-экономического и хозяйственного плана очень высоки. Старосты поселков Прикубанского сельского поселения, пришедшие на сессию, рассказали о том, что было достигнуто на закрепленных за ними участках и обозначили нерешенные проблемы. Поднимались на встречи самые острые вопросы, волнующие жителей. У нас наболевший вопрос. Это самое главное. У нас станица Косякинская, товарищи. Без воды. И мы каждый год за это говорим, говорим, а воды нет. Мы будем надеяться всеми силами в этом году провести людям воду. Пусть они напьются от души чистой, прозрачной воды. Вот мы живем в поселке, у нас нет феншера. Вот что случится, и уйдет скорая помощь через два часа. Мы вызвали, а два часа уже можно остыкнуть. В 2014 году в Прикубанском сельском поселении было уделено большое внимание благоустройству территории. Выполнен капитальный ремонт проблемных дорог, освещены частично улицы, облагорожен парк в поселке Прикубанска. Установлены три детские игровые площадки. В завершении сессии все собравшиеся в целом дали положительную оценку работы главы поселения Михаила Солопова и признали деятельность администрации в прошлом году удовлетворительной. Роман Габарец из поселка Прикубанский, служба новостей Армавира. Прикубанское сельское поселение, слава тебе, тихо! Кто-то отметил День Святого Валентина вместе со своими любимыми, а вот ранее судимый житель Тихорецка встретил его в компании армавирских полицейских. А началось все с того, что 14 февраля в дежурную часть городского отдела МВД поступило сообщение об угоне авто. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Был объявлен план перехват. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. В ходе погони он потерял управление, автомобиль перевернулся. Незадачливый водитель остался жив. Волмышленником оказался 33-летний житель Тихорецкого района, ранее судимый, который недавно освободился из мест лишения свободы. В настоящее время отделом МВД России по городу Армавиру по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание предусмотрено санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до 5 лет. Полиция Армавира проводит для школьников неделю мужества. В рамках этой акции 20 февраля ребят из учебных заведений пригласили на необычный урок. О том, как это было, расскажет Марк Бугаец. 20 февраля армавирские школьники пришли в полицию. Актовый зал отдела МВД оказался самым подходящим местом, чтобы провести патриотическое занятие для молодежи. Кроме самих ребят, на встрече присутствовали сотрудники полиции и ветераны. В период времени с 16 по 23 февраля текущего года на территории города Армавира проходит широкомасштабная акция «Неделя мужества». В рамках данной акции сотрудники полиции проводят уроки мужества и патриотического воспитания с подрастающим поколением. На встрече ребята смогли пообщаться с ветеранами и выслушали рассказ о войне с Японией лично из уст участника тех событий. Также они узнали и о традициях празднования 23 февраля в советское время. Я вспоминаю, когда училась в школе, и у вас, наверное, сейчас такая традиция. Мы 23 февраля поздравляем мальчиков с Днём Защитников Отечества, а они нас 8 марта. Мы дарили ручки, помню, в открыточке, они нам конфеты и цветы. Для россиян праздник 23 февраля остался Днём настоящих мужчин, которые служат или служили в армии, в силовых структурах России. И в этот день мы вспоминаем тех, кто на протяжении многих периодов истории нашего Отечества с честью выполнял свой долг, не щадя своей жизни. Ребята горячо поздравляли живых героев, а всех погибших Защитников Отечества почтили минутой молчания. Марк Бугоец, Станислав Чинский, Служба новостей, Армавира. 23 февраля мы поздравляем наших Защитников Отечества, но всегда ли мы понимаем, какой смысл вложен в это ёмкое слово, с какой личностью ассоциируется предстоящий праздник у горожан, узнавала на улицах Ирина Чупина. Я восхищаюсь всегда маршалом Жуковым. Мне кажется, настолько идеальный политик, умный, военный, что он просто чудо-человек, который нам подарил мир. Только могу восхищаться отцом, который уже умер. Вот он был, как говорится, во время войны, воевал, вот и прошёл инвалид первой группы, раненый. Для меня пример люди, которые перенесли войну, которые построили наш мир, в котором мы сейчас живём. Жуков, Кузнецов, ну много, которые воевали в Великую Отечественную войну. Ну, на Лея Слава проходишь, посмотришь, какие эти люди воевали, за что положили голову, за мир на земле, чтобы дети бегали, радовались, смеялись. С личностью мужественного человека, который служил обязательно, но и способен защитить свою родину. Наверное, с Суворовым. Торжественное собрание, посвящённое сразу двум событиям, закрытию месячника оборона массовой и военно-патриотической работы и наступающему празднику Дню Защитника Отечества, прошло 20 февраля в Городском дворце культуры. Глава города Андрей Харченко поздравил участников мероприятия, особо отметил ветеранов, тех людей, которые дали возможность молодому поколению армавирцев жить в мирное время. Поздравляю всех армавирцев с праздником, желаю здоровья каждой армавирской семье, благополучия, мира на нашей родине, чтобы никогда не было у нас никаких катаклизмов. Те организации и общественные деятели, которые проявили свою активность в проведении мероприятий месячника, получили благодарности и грамоты, а в заключение всех собравшихся порадовал праздничный концерт. Как видим, уже сейчас проводятся всевозможные мероприятия, которые не дают забыть подвиги участников Великой Отечественной. Анна Тулинова расскажет об одном из них. История – это не просто параграфы в учебниках, это события. А войны – это страшные события. Поэтому маленьким россиянам не дают забыть о подвигах, их уже, наверное, прапрадедов. На встречу пригласили и человека, который в свое время служил в вооруженных силах. Тарас Кулаков рассказал детям, чем он и его солдаты занимались в частях. Я начал службу зенитно-ракетные войска. Мы состояли с пехотой вместе, то есть защищали наших пехотинцев. Пехота, как знаете, в кино видели, не раз царится полей от вертолетов и не из прилетящих самолетов, которые соответствуют, чтобы не наносили им ущерб. Говорили и даже презентацию подготовили о нашем армавирском герое Вячеславе Рассохине, который в 1989 году спас город и людей ценой своей жизни. Углубились в историю и этимологию военных терминов. Дети из казачьей школы-интерната пели патриотические песни. Русь молодая, силы немерено, дайте коням мне да добрый вечер. Крати пойдем на погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорого. Анна Тулинова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Продолжаем выпуск. Провести масленичную неделю можно не только вкушая румяные блинчики, играя в снежки и катаясь на санках с горки, но и с пользой армавирские школьники смогли за это время многое узнать о празднике и приобрести полезные умения и навыки. Анна Мельченко убедилась в этом. В Краеведческом музее многолюдно. Посетители – ученики школ города. Они с удовольствием бывают на различных выставках и узнают много интересного об обычаях, традициях, культуре и быте русского народа. Мама растапливала печку, затем выгребала с помощью кочерги залу из печи, укладывала хлебушек и закрывала печку заслонкой. На протяжении всей недели в музее проходят различные игровые мероприятия и разнообразные мастер-классы. Все они приурочены к празднованию масленицы. Мы говорим о традициях празднования масленицы, о том, какие блюда готовятся на масленице. Прежде всего говорим о блинах, конечно же, об их многообразии, о масленичных гуляниях, о традициях масленичной недели. И делаем масленичное чучело, куклу-масленицу, так называемую, из соломы. Надо сказать, дело это не из легких. Для того, чтобы кукла получилась на славу, важно запастись терпением и проявить особое усердие. Не только правильно стянуть тесьмой пучок соломы. Узелочком привязываем. Вот так вот у всех должно получиться. Такие мастер-классы не только важны с познавательной точки зрения, но и помогают детям развивать мелкую моторику пальцев рук. А это значит, способствует развитию речи. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Далее о спорте. В Армавире 20 февраля в Центре спортивной подготовки прошел турнир по кроссфиту, в котором принимали участие представители силовых структур города. Соревнования проводились в рамках спартакиады, представителей данных ведомств. Анна Мельченко наблюдала за нешуточной борьбой. Спринтерский бег, прыжки со скакалкой, работа со штангой, усложненные отжимания и другие упражнения входили в соревнования, в которых принимали участие не просто спортсмены, а представители силовых структур. Организаторами данного мероприятия выступили отнюдь не спортивные организации, а представители духовенства. На вопрос, почему церковь так активна в вопросах спорта, священник ответил просто. Я сам давно занимаюсь многоборьем, занимаюсь кроссфитом, поэтому мне эта тема достаточно близка. А соединение церкви, соединение спорта – это одна из главных, на мой взгляд, задач, которые сейчас очень нужно развивать. Почему? Потому что мы все люди, заботятся не только о душе, но и о теле, как таком, поскольку сейчас современное общество, конечно, этот момент упускает. Напомним, кроссфит – это программа силовых упражнений высокой интенсивности, которая призвана улучшить общую физическую форму, реакцию и выносливость. И вот уже известны имена тех, кто вырвался вперед, обойдя соперников. Соперник, конечно, непростой, все люди военные, подготовленные. Ну, это уже не первое соревнование, до этого футбол проходил. Вот сегодня эстафета такая, от огню победы к 23 февраля. Вот, как бы тяжело победа дается. Но, тем не менее, первые. На этом соревнования не закончились. Победителей ждут почетные грамоты, медали и кубки. Анна Амельченко, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Юные дельфины 2015. Открытое первенство по плаванию проходит в Армавире 20 и 21 февраля. Соревнования уже стали традицией. На протяжении нескольких лет Центр спортивной подготовки «Альбатрос» взращивает бравых пловцов. Самыми юными из них удалось пообщаться Анне Тулиновой. Соревнования проводятся среди начинающих пловцов. Они делают первые шаги и только пробуют себя в качестве спортсменов. Малыши бросаются в воду с метрового бортика и буквально разрезают стихию с добавлением хлорки на двое. Плавание – это здоровье. Спорт – это здоровье. Можно сказать, что все участники соревнований уже победители, потому что выбрали спорт, выбрали плавание, приобщились к здоровому образу жизни. Для детей это фразник. Они соревнуются, общаются. Для них это какое-то спортивное веселье. Тем временем юные дельфины продолжают покорять водную стихию. Мчатся вперед, стараются опередить друг друга. Вот этот юноша, например, преодолел 50 метров всего за 36,17. Назар стал первым в своем заплыве. После чего тренер учил так, упал быстрее на плавочках. Потом мы начали быстрее плавать. Всех, абсолютно всех участников ждут грамоты, а победителей и призеров – медали, плюс участие в краевом первенстве «Юные дельфины-2015». Анна Тулинова, Александр Жирилеев, служба новостей «Армавира». Две золотых, три серебряных и две бронзовых медали привезли воспитанники армавирского клуба «Карате Барс» с первенства Ростовской области. Турнир проходил в шахтах и был посвящен Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Всего в открытом первенстве приняло участие 18 клубов карате. «Армавир» на состязаниях представляли 7 спортсменов. В городе шахты у нас выступали спортсмены в возрастной категории 10-15 лет. Это были обкаточные подготовительные соревнования с целью приобретения опыта как молодыми спортсменами, так и спортивного актива нашего клуба. Достойно выступили армавирские спортсмены и на соревнованиях по восточному единоборству «Ситакан», прошедших в Краснодаре. Результат наших каратистов – две золотых, серебряные и три бронзовых медали. На этом выпуск завершен. Далее о погоде. На ближайшие сутки вам расскажет Ирина Чупина. В студии была Марина Бартиниева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». «Армавир». Имидж ведущей – магазин женской одежды «Лара». Тургенева, 140. Торговый центр «Оскар».